Здравствуйте, коллеги! Сегодня я вам расскажу, что такое межсетевой экран нового поколения на примере продукта UserGate Network Generation Firewall. Для начала давайте вспомним, как работают обычные межсетевые экраны. Итак, у нас есть какой-то интернет, есть какая-то внутренняя сеть, и мы хотим ее защитить с помощью обычного межсетевого экрана. И дальше, соответственно, уже пройдет проход в внутреннюю сеть. Собственно, что в таком случае делает классический межсетевой экран? Все очень просто. Межсетевой экран является устройством уровня 4 по модели OSI, принимает пакетик, смотрит его заголовок и в соответствии с указанным IP-адресом назначения либо источника и портом назначения либо источника принимает решение в зависимости от своих так называемых аксесс-листов. Разрешено ли этому пакету с этого IP-адреса, с этого порта путешествовать на следующий IP-адрес, в следующий порт. Соответственно, пакетик визит встречает межсетевой экран и он принимает решение, отправлять его дальше в локальную сеть или не отправлять. Собственно, это вся функция межсетевого экрана классического, работающего на L4 модели OSI. Но что же нам предлагает межсетевой экран нового поколения? Межсетевой экран нового поколения предлагает нам гораздо более широкий функционал. Во-первых, помимо, собственно, самого Firewall, у него также присутствует функционал система обнаружения и предотвращения вторжений, прокси сервера, защита почты и другое. Но самое главное из другого – это глубокая инспекция пакетов. Собственно, что нам это позволяет делать? Вспомним предыдущую схему, да, она будет похожая. У нас есть какой-то интернет, у нас есть пограничное устройство, теперь это у нас UserGate Next Generation Firewall и дальше уже проход во внутреннюю сеть. Безусловно, схема должна быть гораздо сложнее, но мы говорим о принципиальных вещах. Итак, в этот раз, когда пакет у нас летит из интернета, вот его заголовок и вот его, так называемая, полезная нагрузка – Payload. И в данном случае Межсетевой экран нового поколения, помимо того, что он посмотрит на заголовок, он еще и посмотрит на содержание самого пакета. И из содержания этого пакета он может вытащить достаточно большое количество необходимой информации, что позволит ему принять решение о пропуске трафика внутрь сети или наружу, не только основываясь на IP-адресе и порте. Соответственно, да, у нас остается данная возможность проверять IP-адреса, источники назначения и, соответственно, портов тоже. И помимо этого, у нас добавляется возможность дешифровать этот трафик, то есть провести SSL-инспекцию, посмотреть содержимое, проверить приложение, которое обращается, проверить его сервис, на котором он работает и так далее. Соответственно, теперь, когда мы пишем правила безопасности, мы можем указать не только с какого IP, на какой IP можно ходить или нельзя ходить, но мы пишем конкретно, какой пользователь, какое приложение, допустим, это очень популярный мессенджер ICQ, в какую зону назначения он может ходить, допустим, в интернет и так далее. Соответственно, за счет того, что Next Generation Firewall может смотреть внутрь пакета на полное его содержимое с дешифрацией трафика, мы имеем возможность более детализированно устраивать политики безопасности. Для чего это нужно? А нужно это для следующего. Итак, вспоминаем старую схему. У нас из интернета во внутреннюю сеть через межсетевой грант хочет подключиться приложение, допустим, TeamViewer. Но мы хотим заблокировать данное приложение и не разрешить использовать его подключение. Для этого необходимо на межсетевом экране заблокировать доступ с определенных IP-адресов либо с конкретных портов. В данном случае это 443-й порт. TeamViewer использует именно этот порт. Но в чем проблема? Если мы закрываем 443-й порт, то автоматически мы заблокируем все соединения площади TPS. То есть сотрудники просто не смогут пользоваться интернетом, потому что для установления сеть соединения также используется 443-й порт. Поэтому данный метод не подойдет. Мы не можем его заблокировать. А если мы не можем заблокировать 443-й порт, то и TeamViewer мы тоже заблокировать не можем. Картина с межсетевым экраном нового поколения она абсолютно другая. В данном случае, если мы пустим трафик через межсетевый экран нового поколения, мы напишем правила блокировки не по 443-й порту, а мы так и напишем, что мы блокируем конкретное приложение TeamViewer. И теперь наши пользователи спокойно ходят в интернет по 443-й порту, но приложением TeamViewer они пользоваться не могут. Это одно из тысяч применений Next Generation Firewall. Все остальные мы попробуем разобрать в следующих видео и на наших онлайн мероприятиях. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, будет интересно. Продолжение следует...